В одном из прошлых видео я уже рассказывал, сколько можно заработать на пульсе от Mail за один месяц, но с тех пор всё немного изменилось. Нет, сама площадка прекрасна и так же работает, на ней в принципе так же нужно постить статьи, так же их размещать и так же на них зарабатывать. Изменились цифры. Ну то есть те цифры, которые я показывал в начале, это такой начальный этап, скажем так, извините за тавтологию. Я там считал как раз первые 10 статей, которые я только что выложил, которые ещё не начали толком крутиться, на тот момент ещё начальный объём даже этих публикаций не набрался. В общем, доход первый низкий и мы сейчас посмотрим другой доход. Ну и второе важное событие, оно связано с выводом денег с пульс, об этом немножко позже, а это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится и мы начинаем. Итак, в случае с заработком, в случае с деньгами, намного интереснее, я понимаю, смотреть на цифры, давайте перейдём к этому графику и посмотрим. В общем, вот статистика канала за месяц, если посмотреть, вот стоит 30 дней, смотрим читатели, 1 миллион читателей у канала, просмотры тоже 1 миллион и клики. 1 миллион, по сути эти три цифры, они не очень сильно отличаются, здесь 1,37, здесь 1,85, здесь 1,48 и дальше у нас самая интересная вкладка, это выручка. За месяц, вот 30 дней стоит 65 588 рублей, довольно неплохо. Ну, если посмотреть статистику, сегодняшний день у нас ещё не до конца посчитался, тут у нас в воскресенье 1369 рублей. Это, кстати, меньше, чем на той неделе, вот если сравнивать эти цифры, то на той неделе у нас было 1799 рублей. Вот, это связано, скорее всего, с праздниками, то есть у нас было вот здесь вот 23 февраля и на 23 февраля у нас сильно доход падал, то есть с предыдущего дня 3160, он упал вот на праздничные дни до 1805, то есть в два раза фактически. Ну, ладно, это не страшно, потому что, я думаю, он восстановится, вот здесь тоже было падение воскресенья, хотя здесь праздника, по сути, никакого не было. Вот, если смотреть эти даты, то, в принципе, суббота и воскресенье, о чём я говорил в прошлом видео, они падают. Падает доход, падают просмотры, всё падает. Смотрим, суббота 1842, воскресенье у нас 1289, здесь то же самое, суббота 1327, воскресенье 1362. Ну и вот так вот, суббота-воскресенье, вот здесь было проседание в четверг, не знаю почему. Но вот суббота-воскресенье стабильно, здесь тоже воскресенье, суббота, все даты, как бы вот, тоже у нас суббота-воскресенье 1438, и здесь 1369. Вот, что помимо этого можно отметить? В какие-то дни он очень высокий доход был, то есть 3602 рубля, довольно прям, ну это вот, наверное, максимальный доход, 3602 рубля. Было обидно, что он упал, потому что, как бы, тут 3246, тут тоже 3315, 3160, и тут вот это падение, ну да. Не очень приятно, хотя вот оно восстанавливается, судя по вот этим графикам, оно восстанавливается и еще больше становится. То есть, так, ступенькообразно падение, потом возрастание, падение, опять возрастание. Возможно, вот здесь тоже что-то такое будет, но не факт. Если что-то интересное произойдет, то я, конечно, буду держать вас в курсе. Это что касается дохода за месяц. Но я думаю, вам интересно будет узнать и вообще весь доход, поскольку деньги я не мог вывести. Вывод денег на пульсе пока не реализован, то есть в любой момент невозможно их вывести, но об этом я чуть позже еще расскажу. А сейчас бы хотел показать вообще общий доход, сколько удалось заработать вообще в целом на пульсе на данный момент. Давайте выберем, где-то я с какого-то числа, с декабря начал писать, но давайте поставим где-то вот 24, с 24 по сегодня 28 февраля. Вот его и выберем. По 28 февраля выручка у нас 87 290 рублей. Ну да, вот я начал писать 27 декабря. И вот у нас вот так вот этот день еще последний не подсчитался, но в принципе где-то вот почти 90 тысяч получается у нас. Если смотреть читатели, которые у меня были на канале, это вот 1 миллион 428 тысяч, просмотры 1 миллион 491 и клики тоже 1 миллион 438. Ну и тут если смотреть, то первое время, пока статей было не так много, доход был низкий. Вот он тут 600 рублей максимально поднимался, ну и в принципе 197, 259. Вот первый объем, когда статей стал набираться, они видимо стали крутиться, ну и в конечном итоге вот вышел на доход там больше 1000 рублей в день. Это вот начиная где-то вот я начал писать каждый день по статье, начиная вот наверное с 27 декабря и нормальный доход у меня вот наверное 1130, я думаю вполне себе нормальный доход 22 января. То есть где-то практически за месяц можно было выйти уже на нормальный доход. В отличие от другой площадки, про которую вы все наверное слышали, где надо там полгода где-то вкалывать, чтобы наконец получить там какие-то деньги. Вот, ну а уж то, что на второй месяц 3600 удается зарабатывать, так это вообще сказочный доход. Помимо этого на данной площадке я сейчас завел второй канал, это у меня по истории, еще есть второй канал про фильмы я стал, скажем так, переносить. Это тот самый канал, про который я в прошлом видео рассказывал, что у меня воруют статьи. Если не смотрели, можете в подсказках посмотреть, я это видео туда закреплю. Вот, ну давайте его тоже посмотрим. Вот этот канал про фильмы, как только регистрируешь новый канал, то вот нужно написать 10 статей. 10 статей я написал. Здесь у нас вот в принципе показано дата публикации, показы в ленте, клики в ленте, CTR. В принципе это неадекватный сейчас CTR написан, потому что слишком маленькие значения, то есть показы в ленте всего 13. Из них 4 клика в ленте, но некоторые считают CTR по таким цифрам. Я в Дзене часто сталкивался, что люди у них там показов 13, клики 4, и они говорят, что у них очень высокий CTR, выше 10. Но это значение может быть адекватным, только если у вас тут большие цифры. И на маленьких цифрах это вообще не работает никак. Сам канал все еще на проверке, первый раз я не прошел модерацию, то есть вот повторно 10 рабочих дней проверяют, в отличие от Яндекс.Дзена, где непонятно сколько проверяют, как им вздумается. Вот здесь 10 рабочих дней идет проверка канала, но это пока что слишком мало конечно народу, как только будет его много, непонятно что там дальше будет, но тем не менее. Вот, дочитываемость тоже наверное не стоит смотреть, потому что скорее всего вот кто вот это смотрели, это не скажу что модераторы, и неизвестно почему крутился в ленте пока еще канал, который не прошел проверку. Ну, непонятно на данный момент. А собственно почему канал не прошел проверку, потому что вот здесь была одна статья, вот как раз про фильм Блокпост, наверное все смотрели фильм Блокпост. Так вот там были вареные патроны, и я разместил информацию о том, что это в принципе ничего не значит, что если их сварить, то ничего не будет. Вот, и они посчитали, что это технические какие-то описания про оружие, контент про оружие запрещен на пульсе, но его можно упоминать, если статья основная либо про фильмы, либо про компьютерные игры, либо про историю. Вот, если в таком ключе, то можно, но у меня они посчитали, что есть какое-то техническое описание, и поэтому меня попросили исправить. В принципе я исправил, у нас Зене эта статья по-другому выглядит, здесь она немножко другая, немного измененная. Ну и после того, как я внес все исправления, статья, да и весь канал были повторно отправлены на модерацию. Посмотрим, что из этого получится, это канал про фильмы, канал по истории неплохие деньги приносит, ну как вы видели, канал про фильмы неизвестно еще какие деньги будут приносить, но мне кажется намного меньше. Ну пока рано загадывать, когда он пройдет модерацию, в принципе можно будет вам показать, что в чем отличие, стоит ли заводить каналы про фильмы, или может быть серьезные каналы какие-то по истории оставить. Вообще пульс в некоторых аспектах довольно сильно отличается от Яндекс.Дзена. Ну то есть на Яндекс.Дзене разрешено писать всякую такую не очень объективную, скажем так, информацию. Ну то есть если вы разместите там какие-то статьи про эзотерику, никто вас особо за это не забанит. Возможно не дадут показы, возможно не поставят рекламу, но не забанят. На пульсе же писать про сверхъестественное, паранормальное и всякую такую чепуху, которой в мире на самом деле не существует, нельзя. Еще нельзя писать художественные рассказы про оружие, как я сказал, ну и все остальное в принципе в пределах обычных правил, как на Яндекс.Дзене, то есть шокирующий контент, обман читателей и все такое. Из того, что я знаю, из той информации, которой я владею, на пульсе не очень хорошо заходят личные блоги, то есть про себя там не надо писать. Хотя многие авторы рвутся перейти на пульс, у некоторых вообще даже канала нет, у некоторых как раз канал личный блог на Яндекс.Дзене, на Яндекс.Дзене это приветствуется, а на пульсе вы не будете пользоваться популярностью, так что если вы планируете перейти на пульс, подумайте о чем-то другом. Не нужно переносить туда свой личный блог. Ну не прокатят там такие статьи, типа вот, решил смять алюминиевую банку, показываю, что получилось. Хотя это, наверное, уже не личный блог, а какая-то чепуха. Но тем не менее, даже личный блог там не особо прокатит. Хотя, если вы найдете на пульсе примеры каких-то успешных личных блогов, прикрепите ссылку в комментариях, будет интересно посмотреть. Теперь самое интересное, что касается вывода средств с пульса. Как вы знаете, как я много раз рассказывал, с пульса сейчас нельзя вывести деньги, просто взять и вывести на свой кошелек. Но пульс начал тестировать эту возможность. То есть некоторым авторам, у которых более-менее нормальный доход, дают возможность попробовать и вывести деньги. О подробностях я рассказать, к сожалению, не могу. Показать их тоже не могу, потому что обещал. Но тем не менее, упоминать о том, что я выведу деньги в скором времени, я могу. Как только это произойдет, я, конечно, об этом упомяну, расскажу. Расскажу, какие налоги платил, кому платил. Хотя там, в принципе, рассказывать особо нечего. Также самозанятый, как вы знаете, у нас по закону самозанятый, если он работает на компанию, платит 6%. Если на частное лицо, то 4%. Вот, собственно, все. С 90 тысяч, которые я заработал, это будет 5 тысяч, почти 6 тысяч. Где-то вот на этом уровне. Жалко, конечно, отдавать такие деньги. Но что поделать, мы люди честные, налоги платим. Ну и как только одобрят канал Профильмы, я обещаю показать вообще, как выглядят каналы, как редактировать, создавать там статьи, как выглядит этот редактор на Пульсе. Все нюансы, все подробности, все покажу. На канале Профильмы мне просто удобнее, не хочу особо показывать вот свой канал по истории. Ну и если доход на канале Профильмы будет достойный, то почему бы это тоже вам не показать? А если не достойный, то тоже покажу. Вот, пока рассказывал, тут еще пара сотен набежало. Баланс теперь стал 87 587 рублей. Как я уже говорил, в Пульсе не так сделано, как в Яндекс.Дзен. То есть в Яндекс.Дзен деньги приходят один раз в сутки, здесь деньги постоянно приходят. То есть проходит какое-то время, я не понял еще какой период, но проходит несколько часов, баланс обновляется. То есть в режиме реального времени, скажем так. Я так понимаю, эти деньги не за позавчера, а деньги именно за сегодня. То есть сейчас ты моментально заработал, моментально их получил на счет. Но посмотрим, как это в дальнейшем будет выглядеть, когда реализуют вывод этих самых денег. Ну а у меня на этом все. Подписывайтесь на мой канал, на Инстаграм тоже подписывайтесь. До новых встреч, пока. Продолжение следует...